Ребята, рассказываю, вчера мы поехали в гости к семье Кирилла. Кэнди взяла с собой, так как она маленькая, и за ней сейчас лежу я. Так начала свой мини-рассказ Дианы и себя в инстаграм. Семья Кирилла живет на юге Испании, и похоже, что Диана с Кириллом приехали именно на семейную встречу Рождества. Ребята планируют быть там несколько дней. Они сняли себе квартиру, которую Диана уже показала, и рассказала, что там да как. Давайте послушаем. Короче, ребят, выкладываю в сториз сейчас рум-тур, потому что мы с Кириллом уже вернулись домой. И я готова вам показать, где же мы сейчас живем. Там сидит Кирилл, но мы к нему подойдем. Короче, здесь у нас, собственно, вход. Тут висят мои вещи. Вот здесь кухня, еда Кэнди, пеленки. Здесь стол. Это наша мини-гостиная. Коляска Кэнди. Там терраса, но к ней мы вернемся чуть попозже. Это Кэнди. И так, теперь мы проходим вот сюда. Сначала пойдем в эту комнату. И так, включаем свет. Здесь вот такая вот небольшая комната. Наш чемодан. Так как мы приехали совсем на пару дней, как бы на очень мало, мы толком ничего с собой не брали. Ну, я набрала, Кирилл не особо много брал. Вот, мы решили не развешивать вещи, чтобы потом их долго не собирать. И вот они у нас лежат здесь на видном месте. Едем дальше. Здесь идет душ номер один. Вот так это все выглядит здесь. Это душ Кирилла. Теперь мы идем в спальню. Вот так вот выглядит спальня, в которой мы спим. Кэнди, как дела? Ты в шоке? Да, она в шоке. В общем, вот так вот выглядит спальня. Тут терраса, мы на нее тоже выйдем. А это ванная, в которой я крашусь и так далее. У меня здесь, как видите, утюжок. Куча-куча всего лежит. Вот и все. Вот такой вот мини-рум-тур. Это чемодан моей косметики. Ну, собственно, это все. Да, Кэнди? Не нужно это грызть. Итак, это наша терраса. Терраса, она такая большая, красивая. Мы вчера здесь сидели, кушали. А вот вид. Очень красиво, классно. Тут красивый бассейн, но так как холодно, мы не купаемся. Как позже оказалось, бассейн с подогревом, поэтому, возможно, ребята все-таки будут купаться. В общем, вот так вот здесь круто, классно, потрясно. Тебе нравится? Вид хороший. Вид хороший. Короче, ребят, вот так вот завтра утром я вам покажу, как здесь это все выглядит при дневном свете, но и при ночном офигительно. Нам здесь очень понравилось. Мы были просто в торговом центре, ходили там, покупали подарки и так далее. А потом вечером мы, скажем так, поехали на семейный ужин, покушали, пообщались, повеселились. Вот, Кирилл давно не виделся со своей семьей. Кстати, а вот и мама Кирилла вместе с Кэнди. Напомню, что семья Кирилла приезжала в гости к семье Дианы примерно месяц назад. Ну, и я, соответственно, с ними тоже давно не виделась, мы все скучали. И сейчас мы уже вернулись домой. Нужно будет кормить Кэнди. Ну, у нее еда стоит, она уже что-то там покушала. Я думаю, что сегодня она это доест. Вот. Нужно будет идти в душ и ложиться отдыхать, потому что завтра рано утром мы встаем и снова в путь. Кстати, после Нового года я обязательно вам сниму распаковку, что мне подарил Кирилл, что я подарила Кириллу. Вот. И что мне подарили его родители. Конечно, я не могу показать, что я им подарила, потому что я уже подарила им подарки. Ну, ничего, я потом расскажу просто. Все, ребят, короче, я отчаливаю в душ отдыхать. Так что всем желаю сладких снов, спокойной, прекрасной, красивой ночи. Кэнди, пожелаю всем спокойной ночи. Куда ты вышла? Короче, ребят, она еще не собака-блогер, она не такая, как Банни, Тедди и Боня, но она скоро к этому привыкнет, привыкнет к блогу собаки. Кэнди здесь очень весело, ей очень нравится. Да, Кэнди? Ты кучерявый человек. Кучерявый человек, да, да. И да, для тех, кто переживает, что Диана и Кирилл уехали и новых серий сейчас не снимают. Ранее Диана и Юнона говорила, что уже отснято много серий наперед, поэтому не переживайте. По поводу Кэнди. Почему она поехала вместе с ребятами? И почему она не может передвигаться самостоятельно, а только в коляске? Кэнди, передай всем привет. Ты в своей коляске сидишь, да? Кэнди сидит в своей крутой колясочке. И вот так вот мы гуляем. Хочу сказать, что это первая такая дальняя поездка Кэнди. Вот, когда мы вернемся, Кэнди ждет ветеринарка, потому что у Кэнди еще нет третьей прививки, и она не может гулять своими прекрасными пушистыми лапами по улице, и она ездит только в коляске. Но это пока что, совсем скоро у нее будет прививка, и она сможет гулять наконец-то, потому что сегодня, знаете, что она сделала? Я вам сейчас просто покажу, чтобы вы понимали. Итак, это коляска Кэнди. Здесь ее игрушка любимая. Вкусняшка, чтобы ей не было скучно. Пеленка. Но пеленки здесь изначально не было. Я ее постелила уже потом, когда поняла, что Кэнди просто описала свой лежачок. Она просто описала свой пушистый лежак. Кэнди, зачем ты это сделала? Слышь, ты зачем это сделала? Она уже что-то... Короче, как вы поняли, да, она описала свой лежачок. Ну, что поделать? Она маленькая, ей простительно. У меня есть Тедди и Боня, которые тоже все описывают. Но они уже взрослые мальчики. Конечно, я им тоже это прощаю, потому что я их люблю. Что поделать? Это маленькие дети. Дети в виде вот таких вот шерстяных малышей. Да? Да? Ой-ой-ой-ой. Вот такая вот она кусучая. Она постоянно кусает ноги. Тапки, ноги. И все на свете. Это ужас. Просто ужас. Я все равно люблю. Маленький наш новый член семьи. Укусила за подбородок Кэнди. Короче, ребят, если вы не хотите заводить в будущем детей, вы можете завести собак. Это тоже самое. И у нее потом тоже появится Инстаграм. Я так думаю. Либо Банечка поделится с ней своим аккаунтом. Но я думаю, что бы они не захочут. Кэнди, хватит кусать. Она, знаете, как больно кусает? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок.